Здравствуйте! Это программа «Наше время». Меня зовут Кирилл Политов. Меньше двух недель осталось до знаменательного события. 8 декабря столица Алтайского края принимает эстафету огня Всемирной зимней универсиады 2019, которая впервые пройдет в России. Огонь международного турнира пронесли уже по нескольким городам страны. Барнаул 13-й по счету, такое счастливое число, где пробегут факелоносцы с одним из них Егором Лукьянчиковым, а также с одним из организаторов эстафетры Петром Ковзаренко. Обсудим эту тему подробнее. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Егор! Петр Иванович, ну первый вопрос вам. Каким образом Барнаул оказался в числе участников этой эстафеты? Рассказывайте подробности. Барнаул вошел как раз в число 17 регионов, которые участвуют в эстафете. Мы проводили, у нас очень хороший опыт, было проведение эстафеты Олимпийского огня и очень высокая оценка оргкомитета была дана. Действительно, у нас самая длинная эстафета была и самая массовая эстафета, поэтому оргкомитету и всему миру сообществу, потому что транслировалось, как и сейчас универсиада, на весь мир. То есть понравились наши задумки, наши эстафеты, наши люди, и поэтому доверили еще раз провести вот такое событие. И учитывая, что оно является, как вот на форуме Россия спортивная держава, президент Российской Федерации сказал, что самое основное событие у нас 19-й год, это универсиадов в Красноярске. Насколько почетно принимать эстафету там у себя? Ну, если учитывая, что всего 17 столиц принимает, представляете из 85 регионов, поэтому я думаю, что это очень почетно, но мы и готовимся к этому, чтобы показать очередной раз, что такое Алтай. Покажем, покажем. Подробности маршрута интересно, вот рассказывайте, откуда, куда и сколько участников. Да, маршрут у нас начинается там, где место, где мы встречаем огонь, это набережное новое замечательное место, наш мост знаменитый, вот большой, да. И вот с этого места начнет путь первый факелоносец, и закончится эстафета у нас, пройдется по Ленинскому, и закончится она у нас на нашей площадке, на площади имени Сахарова. У нас 25 факелоносцев будут принимать участие в эстафете, 20 факелоносцев, которые были отобраны по конкурсу, это наши, жители Алтайского края, и 5 факелоносцев от дирекции универсиады. И пройдет она по самым, думаем, таким хорошим нашим местам, во-первых, вся историческая часть практически города Барнаула, ну и мы начинаем с того места, где вот эти большие буквы Барнаула, где вот эта большая площадка, чтобы показать всему миру, что вот мы Барнаул, мы начинаем, мы принимаем в Барнауле. То есть прямо вот... Как говорится, Барнаул столица мира, да? Наш Голливуд. Ну, по концепции, эстафета проводится для того, чтобы познакомить жителей с этим грандиозным мировым событием. И по концепции, вот в этот день, как бы если у нас огонь, то мы являемся на один день столицей универсиады. Поэтому вот этот день будет настолько эмоционально, надеемся, что хорошо пройдет, что запомнится надолго и жителям, и, может быть, и стране этого. Егор, ну вопрос следующий тебе, ты в числе 25 участников. Как прошел отбор, рассказывай, как попал-то? Ну, поскольку я тесно взаимодействую с зимней универсиадой, я поеду туда волонтером, я слежу за всей актуальной информацией, которая публикуется на официальном сайте, в официальных группах. И в апреле месяце, 2 апреля, если не изменяет память, появилось такое сообщение о том, что объявляется набор факелносцев. Он был абсолютно открыт, он проводился через площадку «Молодежь России», где каждый желающий мог подать заявку, написать эссе на тему «Я факелносец зимней универсиады». Без ошибок написал? Без ошибок, но хочу сказать, что он молодец, очень креативный и хорошо написал, почему ее выбрали. И здесь вот есть несколько отличий от эстафеты Олимпийского дня. Здесь действительно они могли сами подать заявку на себя. И наша комиссия сначала посмотрела с запасными, потом отправила в дирекцию, и дирекция подтвердила и утвердила тот список, который вот сейчас... Ну, Егор, ну поделись эмоциями, когда ты увидел свою фамилию в числе тех участников. Ой, честно, это было шоковое состояние, потому что я заходил на сайт дирекции универсиады, они сделали отдельный сайт, на котором вывесили списки, волнение, эмоции, переживания. Конечно, это все присутствовало, но когда уже начали вот эти все организационные моменты, приходить подтверждение с площадки о том, что вы вошли в число лучших волонтеров, в число лучших, скажем так, уже факелоносцев. Да, я уже и волонтеров, и келоносцев все вместе. Да, 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 ты уже все собрал. Что можно сказать еще? Очень приятно, потому что вот эти тататезы, которые я пробегу, эти 100-200 метров, они запомнятся на всю жизнь, потому что ты являешься тем человеком, который стал лучшим за свои достижения в родном регионе. Молодец, молодец, молодец. Уже известно, какой отрезок, Егор? В принципе, известно, он может завтра прийти и посмотреть... Потренироваться. Потренироваться. Мы их соберем, они пройдут пешочком, посмотрят, где они, где факелоносцев встречаются, где церемония идет целования огня, где один факелоносец передает огонь другому факелоносцу. Все они пройдут, посмотрят, а потом еще и когда дирекция приедет, авангардная группа еще раз пройдут, чтобы не волновались, чтобы все нормально прошло. Но самое главное, что там, где вот тот этап, к которому он бежит, чтобы все его знакомые и друзья поддержали. Ну, как известно, будет присутствовать наш институт. Приятнее гораздо, конечно. Понятно, когда люди просто поддерживают жителей, а когда свои родные, то... Позовешь обязательно. Позовешь, да. Уже известно, что факелоносцам, конечно же, безусловно, дадут костюмы. Какого цвета? Они белого цвета, брендированные, очень красивые. Отвечаем, очень красивые. Егор, ты видел костюм? Да, естественно, я уже познакомился. На картинке видел, они уже у нас, я думаю, что 4 числа мы пригласим Егора. Егор примеряет. Я, к сожалению, буду в этот момент в Москве, я знаком с регламентом. Это будут три официальные цвета, белый, светло-голубой цвет фукси, официальные цвета зимней универсиады. И, конечно, будет значок о том, что это эстафета огня. Это определенные будут знаки у нас идентификационные. Конечно же, это будут перчатки, шарф, варежка. Шапочка. Да, шапочка, да. И, конечно же, будет накидка и утепленные штаны. А на саму универсиаду в Красноярск-то поедешь? Конечно, я поеду волонтером. Мне уже пришло подтверждение о том, что я буду в составе, скажем так, представителей Алтайского края как волонтер. Всего 26 человек едет с Алтайского края. У нас функционирует штаб. Опять лучший, опять молодец. Да, у нас функционирует штаб зимней универсиады в Алтайском крае, где ребята могли проявить себя, пройти собеседование и уже отправиться на зимнюю универсиаду. Все открыто, все прозрачно. Петр Иванович, знаешь, что каждый город разрабатывал свою какую-то определенную концепцию, свою программу. Чем Барноул будет отличаться? Вот принципиально. Но Барноул... Что смотрим? Почему нас выбрали? Потому что у нас очень хорошая концепция была эстафета Олимпийского огня. И где мы презентовали жемчужу на нашу таленточный бор. В этом году мы презентуем город Брунка, столица мира. И у нас очень интересная концепция и сценарий. И у нас он завязан от начала, от встречи огня до зажжения чаши. Несколько будет мест общественного празднования. И каждый имеет свою направленность. То есть у нас очень интересная картинка будет. Те, кто пройдет весь этап со всем факелосом, а по времени он это может сделать, я думаю, что понравится. И каждая площадка будет отличительной своим цветом. То есть мы начинаем от горячего до холодного, до зимы. Красиво. И вот еще хочу сказать, чтобы жители Алтайского края знали, что почетное право принять огонь универсиады у нас доверено мастер спорта международного класса Сементиной Ольги, которая выступала в составе сборной России на Олимпийских играх в городе Сочи. А зажигает чашу огня. Последний этап. Вместе с, полагаем, что руководителем региона, с губернатором Алтайского края, Тарасов Сергей Петрович, Олимпийский чемпион. Ну, безусловно. Егор, ну вот сейчас восьмое число-то приближается, как мандраж. Есть, чувствуется? На самом деле нет, потому что еще до восьмого числа огромное число мероприятий. Сейчас закрытие года добровольца, с первого по шестою я в Москве буду. Седьмого закрытие года добровольца в Алтайском крае, а потом уже эстафета огня универсиады. Я смотрю график гастролей прям. Ну, действительно, вот не боишься ли подскользнуться? Ну, вот я общался с теми факелоносцами. Некоторые, правда, боялись как бы там упасть, уронить, что-то тренировались, держали гантелю, например, на вытянутой руке. Ну, действительно, такое было. Ну, да, каждый готовился по-своему. Как готовишься? Ну, известен вес факела. Это 1,9 килограмм. Это уже опубликовано в официальном сайте. Конечно, подержать гантель в руках, как-то зафиксировать, с какого угла будет его держать, потому что он все равно вытянутый. Это символизирует ветер, насколько мне память не изменяет этот факел. Всю красоту в целом Сибири он будет символизировать. И держать его это очень достойно. Ну, а по поводу того, что подскользнулся, ну, это уже на совести коммунальщиков будет. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Зажжем. 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 8 декабря эстафета в Барнауле. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч. Берегите себя.